Итак, коллеги, всем добрый вечер. Рад приветствовать вас на нашем новом вебинаре, который посвящен перспективам нефти. Сегодня спикер это Фуат Расулов. Сегодня поговорим о теме, которая, наверное, чуть более актуальна в связи с теми движениями, которые были на рынке месяц назад, но, тем не менее, вызывает перспективы уже на ближайшее время, так как кризисы заканчиваются, а как делать свои инвестиционные решения, свои торговые решения. Вот здесь как раз большой вопрос остается. Перед началом, как всегда, напомню предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Вот, кстати, коллеги, такой вопрос. Есть ли у нас те, кто уже знаком с компанией Admiral Markets, если вы уже с нами торгуете, уже с нами знакомы, поставьте цифру 1. Если пришли, вот в первый раз с нами познакомились, то нажмите, напишите цифру 2, чтобы мы понимали, кто у нас из начинающих, кто у нас, скажем так, из продолжающих. Скажу лишь пару слов. Самое важное то, что компания Admiral Markets является брокером, работаем уже более 19 лет, предлагаем как возможность торговать спекулятивными контрактами, так и инвестировать, например, в отдельные акции. Я думаю, что ФАД, может быть, затронет эту тему как раз инвестирования в акции сырьевые, а именно нефтяных компаний. Но, тем не менее, для тех, кому интересен трейдинг по нефти, то мы предоставляем возможность торговать как CFD контрактами на ключевые сорта нефти WTI и Brent. И также у нас доступны фьючерсы, которые не имеют свопов, но здесь важно понимать, что они имеют срок экспирации, заканчиваются каждый месяц. Это как раз тот фьючерс, который уходил в минус в прошлом месяце. Мы уделяем всегда очень большое внимание обучению, поэтому предоставляем возможность смотреть вебинар. На следующей неделе у нас пройдет вебинар с доктором Элдером. Я после того, как закончу, пришлю ссылки в чат. Для тех, кто будет нас смотреть в записи, они будут добавлены в описании. Поэтому рекомендую обратить внимание на предстоящие вебинары, которые у нас будут проходить, и подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить следующие видео. А вообще, для оперативной информации подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы как раз вовремя получать уведомления о новых вебинарах и о новых продуктах, которые мы выпускаем. Но сейчас я хочу передать слово Фуаду, человек, который живет с рынками большую часть времени и всегда держит руку на пульсе. Фуад, передаю слово тебе. Выходи в эфир. Да, я тут. Всех приветствую. Очень хорошо, что у нас уже собираются участники, 15 человек. Как сказал Роман, мы сегодня говорим о нефти, но не исключительно о фьючерсе, о сырье, нефти, комодетис, как говорят, но и обо всем, что связано с этим рынком. Например, об акциях нефтяных компаний в общем. У нас не очень много времени, это такой ознакомительный вебинар. Насколько я смогу, я предоставлю, ознакомлю, поделюсь с вами всей информацией, которую я собираю практически круглосуточно, так как нахожусь на рынке. Ну и то, что я подобрал к этому вебинару в виде слайдов, в виде графиков из разных источников. Это и официальный сайт ОПЕК, это и EIA, энергетический институт. Масса разных организаций занимается самым, наверное, важным комодетис, самым важным сырьем для человечества, именно энергетическим сырьем, нефтью. Итак, я включаю свою презентацию и напишите, видите ли вы слайд. Вот он, самый первый слайд, это график. И видите ли вы его во весь экран? Вот я расширил экран, и, вероятно, что-то, может, изменилось у вас, чтобы вы не видели PowerPoint и всякие рабочие кнопки. Хорошо, вы видите все. Я не люблю готовить слайды, и вообще для меня любое выступление – это такой экспромт, это живое общение, поэтому для тех, кто впервые на моем вебинаре, может, не любящих выступать по графику, я просто предупрежу, что мы будем говорить обо всем, переходить по расписанию, по темам, по плану, иначе это будет просто заседание ЦК КПСС образца от 1982 года. Я за живое общение, поэтому будем переключаться с разных слайдов на другие. Вы пишите вопросы, не стесняйтесь сразу задавать вопросы, не ждите конца, потому что вебинар закончится очень быстро, без замедления, у нас не очень много времени, потому что это все-таки не курс, не обучение, а такой вот ознакомительный вебинар. Не бойтесь перебить, меня перебить сложно, я помню, что говорю, и всегда у меня все в голове сохранилось. Итак, первый график, который вы видите у нас, вот у меня на экране, это то, с чего я хотел начать, издалека на самом деле, это добыча нефти со стороны, казалось бы, такой ненефтяной державы, ну, лет 10 назад она точно была импортером нефти, крупным, самым крупным импортером нефти, это Соединенные Штаты. Посмотрите, что произошло за какие-то 9 лет, 4-5 миллионов баррелей добычи было в 2011 году в США, и в 2020, в конце 2019 достигало 12-13 миллионов баррелей. Вот такая статистика по США, они, по сути, превратились в нефтяную державу. Я все время вспоминаю тот файл, тот обзор от Сити Групп, на который я наткнулся в 2014-2015 году, где говорилось, что в 2018-2019 США, по-моему, даже крайний срок был 2020, США превратится в нефтяную державу. Тогда это выглядело смелым таким заявлением, я даже подумал, ничего себе, аналитики Сити Групп в каком-то вот, вот в 2014 году при там 7-8 миллионов баррелей добычи предвещают нам новую нефтяную державу после саудитов и России, третья, даже не после, а первая наряду с саудитами России. И вот реальность, реальность оказалась даже лучше, чем, скорее всего, они ожидали. Так что мы будем опираться на этот слайд, потому что сейчас на рынке предложения, то есть на стороне предложения у нас не только ОПЕК и не столько ОПЕК, более того, что ОПЕК расширился, превратился в ОПЕК+, у нас есть еще один крупный игрок, это Соединенные Штаты. И уход нефтяных фьючерсов в отрицательную зону связан исключительно с тем, что добыча в США и вообще хранение в США имело какие-то проблемы, но об этом позже. Так что факт — это то утверждение, что США уже номер один производитель, добывающая страна, и с этим будем считаться, мир уже считается, а мы в своих утверждениях будем тоже считаться для понимания того, что будет в будущем. А вот тут у нас два графика. это EIA, Администрация Energy Information Administration, или Управление энергетической информацией, они показали нам вот этот светло-коричневый график, это цена за баррель нефти с 2011 года, ну, 9-10 лет достаточно, чтобы увидеть тренды в нынешний бум роста, ну, не в нынешний, а в предыдущий цикл экономический. И темно-коричневое — это уже количество вышек. Наверняка вы сразу заметили корреляцию. Ну, не спешите, тут корреляция как раз обратная. Не цена идет за числом, да, количеством буровых, а наоборот. Видите, сначала падает цена, потом на это реагируют нефтяники, начинают снижать буровые, цена стабилизируется, буровые все равно снижаются, цена продолжает падать. И мы через несколько месяцев, это май, 3 или 5 мая, я прекрасно помню, 2016 года, минимум по буровым, по-моему, 472, или вот что-то такое было, вот правая шкала, кстати, да. Не помню точно цифру, но это было начало мая. И цены восстановились и пошли вверх. Только потом нефтяники начали увеличивать количество буровых. Что случилось в этот раз? В этот раз немножко другая была история, динамика, так скажем. Сокращение нефти было... Сокращение цен, снижение цен было очень резким, очень быстрым. Связано было и с вирусом, и будущим кризисом, связанным с ним. И стороны ОПЕ, когда они не смогли договориться. Так что цены упали очень быстро. И только потом нефтяники, которые уже снижали на самом деле, цены на нефть долгое время держались, где-то вокруг 60 долларов, нефтяники начали медленно снижать буровые после пика конца 18-го, начала 19-го. И тут произошло еще одно резкое сокращение. Так вот прогноз, краткосрочный прогноз данного агентства предполагает, что цены восстановятся, они уже восстанавливаются, где-то в районе вот здесь находятся, там 32-33. Но буровые продолжат снижаться, потому что не так легко включать, выключать. Легче, чем... В Штатах тоже имеются какие-то трудности, технологические процессы и так далее. А буровые будут сокращаться и даже достигнут, насколько я здесь вижу, там в районе 250, может, 200 буровых. И только после этого медленно начнут на прежнем уровне. Но ИАИ достаточно оптимистичен. Посмотрите, что они ждут уже в 21-м. 40 долларов за баррель, хотя это немного осталось, не за горами. И в конце 21-го они ожидают практически полного восстановления цен до предыдущих уровней, до уровня 19-18-го. Это 50 и даже, может быть, 50 плюс долларов за баррель. Очень оптимистично. Ну, да, все зависит от... Позже поговорим, от чего все зависит. Так, скважины добывающие. Вот тут написано RIGS. Окей. И тут комментарий просто был, что это скважины. Окей, количество... Number of RIGS. Насколько я понимаю, количество вышек. Напишите, если я ошибаюсь. Тут ведь не WELS написано, видите? Number of RIGS. RIG – это вышка. Буровая вышка. Идем дальше. Ну, видно, что человек в теме разбирается, но, насколько я понимаю, именно Number of RIGS, потому что оно полностью совпадает со статистикой... как это агентство? HIGS. Да, окей. Ну, не будем в технологии. Мы все понимаем, о чем идет речь. То, что нам каждую неделю публикует... как это агентство называется? Ее купила GE. Barix Hooks, или как это так называется. Это старая статистика, о которой все мы знаем. Количество RIGS, количество вышек, которые публикуются каждую пятницу в районе 8 часов вечера. Я давно за этим слежу, но вот после коронавирусной паники не стал на это обращать внимания, потому что понятно, что... Так, это вышка, которая стоит на скважине. Буровые вышки не добывают. Ну, хорошо. Мы поняли, о чем идет речь. О том, что есть добывающий элемент, пускай назовем буровая. Ну, в общем-то, о чем идет речь, мы поняли. Вопрос терминологии, ну, сейчас, наверное, не важно. Хотя я бы, конечно, пообщался с вами, потому что сейчас, именно сейчас хочется углубиться в терминологию, понять, что как происходит, но, собственно, мы все понимаем, о чем идет речь. Итак, инерция будет кое-какая, восстановится потом количество вышек, буровых, как угодно, но сначала произойдет рост цены, скорее всего. Так было всегда. Не стоит думать, что происходит обратная связь. Так что этот график нам всего лишь объясняет, не показывает какие-то прогнозные, какие-то ценности не имеет, всего лишь объясняет, что происходит. Первый график, то, что американцы уже стали достаточно влиятельной, добывающей страной, и именно запасы в Штатах, они раньше-то влияли, именно буровые, скважины, вышки, как угодно, влияют на рост. И второй график показывает, что хоть и влияют, но смотреть на вышки, буровые, как угодно, и потом принимать решение по цене не стоит, потому что процесс как раз имеет обратную корреляцию. Нефтяные компании, уже отреагировав на цену, принимают решение увеличивать, уменьшать, что делать с вышками. Это не очень сложный процесс в плане динамики, но достаточно технологичный процесс, даже вплоть до компьютерного прогнозирования, точного бурения и так далее. То есть он похож, конечно, на классическое, но сильно тоже отличается. Идем дальше. У нас не переключается слайд. Да, вот он переключился. Так, вот он, старый слайд. Звук у меня есть. Точнее, у всех есть. Напишите, у кого есть звук. По плюсам я пойму, все ли нормально. Нет, у всех есть звук. Секунду, что у меня было сразу после цены. Да, все нормально со звуком. Посмотрите потребление с 2015 года. Вообще, как показывают самые серьезные исследования, долгосрочные, до сих пор, или до 2015 года, когда американцы, так сказать, провели, провели, слово такое, нефть. Революцию и смогли добывать новым методом сланцевую, так скажем, нефть с помощью гидровзрыва. Метод старый, он не новый на самом деле. Просто они научились это делать дешево, воспользовались новыми технологиями для добычи уже известным методом. Так вот, до этого времени и даже после этого времени спрос в долгосрочном плане пророждал или определял будущую цену. Предложение влияло краткосрочно, а после 2015 стало более результативно, эффективно регулировать цену, так скажем. А что произошло у нас в конце 2020 году? Очень сильный разброс произошел в потреблении разных и продуктов нефти, и всего. Видите, какие графики. Это уже прогноз на то, что у нас отняли снова восстановление. Так что, наверное, не нужно быть слишком умным и ясновидящим, чтобы понимать, что волатильность на нефти уже дикая, беспрецедентная, непредсказуемая. Она такой же останется, скорее всего. Но я не верю в такой рост, как вот был в мае, медленный, ну, не совсем медленный, там по несколько процентов в день было, но плавный рост. Ну, я не верю, будут шоки, скорее всего, пока нами, немножко забегу вперед, нами сейчас, рынком сейчас движет вопрос спроса, именно прогнозы по быстрому, ну, или относительно быстрому восстановлению. Это и открытие штатов, ну, как таковых жизней в штатах, экономики, это и снятие карантина в других странах, восстановление потока автомобильного, любого, к этому еще вернемся, потому что в действительности автомобильный фактор был очень важным до сих пор. Если знаете, в мае, с мая по сентябрь обычно цены на нефть испытывали такой рост, ну, и включая август. В Америке начинался автомобильный сезон, вот прям он попадал на первый день труда, по-моему, в мае и заканчивался другим праздником, который уже в сентябре, это лето, американцы путешествовали. Влияние этого фактора все меньше и меньше, и на фоне того, что происходит, влияние уж очень сильно уменьшится, тем более вообще вопрос отдаленный. Нам бы начать жить нормально, я уже не говорю про сезон, путешествия, и как показывает опыт Китая, там восстановление передвижения автомобильного, движение автомобильного, оно такое скорее L-образное, не V-образное даже. Вот есть надежда, что оно превратится в V-образное. То есть на дорогах не стало автомобилей в разы больше, чем было месяц назад. Все еще, все еще экономика именно с точки зрения движения пребывает в таком немножко мертвом состоянии. Хорошо, идем дальше, в другую сторону. продакшен и потребление и вообще баланс нефтепродуктов, нефти жидкой части, да, и вот посмотрите, как плавно все шло и у нас потребление раньше стало падать, а добыча перестала реагировать, ну, по крайней мере, несколько квартал 2020 года, добыча не реагировала. Потому что это, во-первых, технологически непросто, во-вторых, вмешался политический процесс, вмешался, он даже не столько, может быть, политический, он мне лично непонятный, почему ОПЕК на своем заседании в марте не предвидел такой шок, не предвидел такое мощное падение добычи. Это страна, да, Россия, хлопнули дверью, сказали, что нет, сокращать добычу на какие-то жалкие 2 миллиона 200 тысяч, это на весь ОПЕК мы не будем, и спровоцировали 33-35% падение цен за ночь. Ну, если бы точно спровоцировали это падение, в том числе, саудиты, которые разозлились на такое решение России, вроде бы решение было уже обговорено, вроде бы все было ясно, ОПЕК собрался реагировать на падение потребления, падение потребления, а тут такое вот непонятное поведение какое-то, очень амбициозное, действительно непонятное, и саудиты начали сдавать скидки. Ну, это я возвращаюсь к тому, что было, если кто не знает, потому что у нас много тоже немножечко далеких от вот прям таких горячих, бурных, обсуждаемых на рынке тем, хотя это очень даже неплохо обсуждалось на всех уровнях. Ну, я не уверен, что где-то в России первый канал об этом говорил в том контексте, но тема достаточно известная. Саудиты начали раздавать скидки направо-налево, у нас снова комментарий. Секунду, мы еще вернемся к саудитам, у нас тут график мирового. Вот у нас есть Александр Гусев, он очень бурно реагирует на все, заходит вперед, опережает. Терпение, терпение, там много слайдов разных, и у саудитов рост добычи был очень краткосрочным, возможно, он здесь даже на графике не так почувствовался бы, но все там есть. Более того, скажу, в конце 19-го года саудиты начали сами добывать больше, еще до того, как все это случилось, рост по всему ОПЕК был, то есть ОПЕК пришел к кризису, ОПЕК пришел к обвалу цен на нефть, уже с большими запасами, это тоже сыграло свою роль. Окей, саудиты раздают скидки, более того, весь фрахт, все супертанкеры арендуют, чтобы направо-налево раздавать свою нефть, это потому что многие игроки, многие компании, которые арендуют, дают, сдают в аренду супертанкеры, они уже были полны заказов, саудиты на всякий случай все фрахтовали, чтобы заполнить туда свою нефть, ну и пускай плавает, что с ней делать, если на рынке нет потребления, резервы уже истощились во многих странах, так что речь о том, что ОПЕК, ОПЕК и благодаря в кавычках ей отреагировал неадекватно, очень поздно, это тоже сыграло свой руль, но после настолько было мощным движение на рынке нефти, на цене, оно затмило мощный обвал фондовых рынков, мощный обвал именно прогноза потребления на нефти дал понимание, что скорее не столь важно, договорились бы они тогда или нет, 2 миллиона 2 сокращения явно было бы недостаточно, цены упали бы может быть не так сильно, но и не слабо. Итак, что сделал ОПЕК? В мае, они 6 мая должны были собраться, вот этот график должен был выглядеть каким-то вот таким, синяя линия должна была упасть глубже, в мае они собрались и должны были 6-го, но не смогли 6-го собраться, потому что все еще саудиты с России обвиняли друг друга, кто виноват. Я лично знаю, кто виноват, и, наверное, вы тоже поняли из моего рассказа, из фактов, которые я привел, я не рассказчик, но обвиняли друг друга в том, кто виноват, затянулась эта перепалка, это взаимное blame game, как говорят, обвинение затянулось, пришлось мешаться Трампу, не то, чтобы я сторонник таких вот движений со стороны Трампа, но вот действительно он позвонил саудитам, попросил их как-то решить эти проблемы, у него 9 тысяч мелких компаний, связанных с нефтью, это, наверное, под миллион или больше рабочих мест, ему тоже это не нравится, хотя раньше Трамп говорил, что дешевые цены на нефть это хорошо для Америки, для одних хорошо, для других плохо, на самом деле, добывающие компании, рост безработицы это уже беда, это уже проблема, дешевый, стоимость бензина на заправке, в которую никто не заезжает, ввиду того, что карантин, уже никого не волнует, и саудиты сказали, ребят, это не к нам, вот позвоните в другую страну, там объясните, мы-то готовы к переговорам, мы-то опекы собрали, у нас все нормально было, ну вот пришлось договариваться и с Россией, наконец-то убедили их, наконец-то, ну конечно, куда деваться на самом деле, Россия первая должна была согласиться с сокращением, но вот им не хочется, не хочется, потому что, потому что не будем говорить почему, ну и наконец, кое-как опек суммарно сократили на 9,7 миллионов баррелей, даже не 10, даже не 10, хотя спрос упал сильнее, намного сильнее, говорили даже о 65, сложно, конечно, определить, насколько сильно упал спрос, это действительно нереальная задача, точную цифру назвать, ну вот, так получилось, что все оценки сходились на 65, 70, 75, со 100, да, а нефть так и не смогла, добыча так и не смогла даже близко подойти к этим цифрам. Хорошо, вот главная проблема того, почему цены на нефть уходили в минус, так сильно обвалились, это неадекватное, несвоевременное сначала, потом неадекватное, потом, какая еще там проблема была, недоговоренности как таковой, ОПЕК уже не тот, сказал рынок, ОПЕК не может внутри договориться даже о снижении на 2 миллиона, потом хотя бы на 20 миллионов, но не хочет, сопротивляется, может быть, даже все сопротивляются, 20 миллионов, это очень много, ну а что делать, рынок не будет торговать с нефтью, по той цене, которая была, поэтому резко произошел обвал. Теперь давайте в двух словах, почему цены ушли в минус, как вообще такое может быть, потому что такое происходит раз, наверное, в истории произошло, может быть, еще повторится, я не знаю, но у нас есть еще 15-20 минут, и я в двух словах скажу, почему это произошло. Как можно торговать нефть в минус, то есть что значит купить бочку и получить еще сверху деньги? На самом деле речь идет о бумажном рынке, да, у нас есть paper market и physical market, да, физического сырья и бумажный рынок. Бумажный рынок – это фьючерсы. Что такое бумажный рынок? Вы торгуете эквивалентом нефти, вы продаете, покупаете фьючерс, в котором тысяча баррелей, эквивалент, но саму нефть вы не видите. Конечно, крупные игроки имеют поставочный характер нефти, то есть если они все-таки получают на руки фьючерс, там члены ICO, ICE, да, International Intercontinental Exchange или NIMEX, у них есть обязательство поставить эту нефть, ну, для нас с вами это не актуально, мы все-таки через брокеров торгуем и торгуем в виде расчетного фьючерса. Так вот, нам делают ролирование, так вот, если вы 20 апреля, в понедельник на руках держите фьючерс, у нас вопрос от Андрея, что значит цена спот на нефть, вот мы сейчас об этом и говорим, мы говорим о physical и paper market, спот, цена, которую вы видите не в своих терминалах, цена, которую видят в терминалах совсем другого рода, они совсем по-другому называются, их используют нефтяники, это целые системы, базы данных, там нефть в Сингапуре, нефть в Роттердаме и так далее. Вообще, точка, откуда забирают ФОП нефть, это точка в Шотландии, как она называется, я даже забыл, и точка в Кушине. К paper market это отношение не имеет, это вот реальный рынок нефти. Конечно же, он не уходил в такой минус, никто при покупке бочки не получал сверху конверт с деньгами, ну я это объяснял, а вот у нас в чате есть люди, которые спешат. Ну ничего, пишите вопросы, ничего, что заблаговременно. Так вот, трейдер, игрок, который 20 числа на руках держал фьючерс, получил бы 21 числа на руки бочку нефти, цистерну, бочки и так далее. Он должен был бы забрать на севере Шотландии, там выше, чего там выше Абердин или чего, на севере Шотландии нефть в порту или же в Кушине. Он не хотел этого, потому что, во-первых, если он заберет эту нефть, ее нужно продать, во-вторых, ее хранить негде, если даже продавать не собирается, собирается держать. И он решил избавляться от этой нефти, то есть бумаги и нефти. Ему эта бумага не нужна. Под такие условия, когда ему завтра поставят живую нефть, ему эта бумага не нужна, ему негде эту нефть держать. Все хранилища заполнены. Супертанкеры еще в марте были заполнены, хотя бы потому, что их саудиты прохтовали, арендовали прям все трехмиллионные, там даже стотысячные. И цены взлетели просто, в несколько раз взлетели цены. Хранилища то же самое. Индия, 95% хранилищ заполнено. Кушин, 76% было подано на конец марта, начало, ну допустим, 10 апреля даже, а уже на 20 точно там было бы 85-90%. Хотя Крутихин говорил, что вроде там еще есть места, но учтите, статистика дается за неделю, они не проверяют прям объемы в Кушине сейчас, они говорят, вот сейчас столько. Это с запозданием на неделю эту информацию дают. То есть, наверное, уже к 20 апреля и в Кушине было бы все не так просто, места просто не было бы. Да и там небольшой резервуар, там 55 миллионов, 76 миллионов, нет, 155 миллионов, по-моему, или 70 миллионов, 50 миллионов. Небезграничный, нерезиновый Кушин тоже. Так вот, чтобы не получать нефть, избавлялись от бумаги. Избавлялись так быстро, что она упала до нуля. Потом трейдеры стали доплачивать за то, чтобы эту бумагу слить, сбытие. Так что, реальный рынок нефти, конечно же, не уходил в минус в том виде, что нельзя было подогнать цистерну, залить туда нефть и еще в конверте получить от нефтяника в Техасе деньги, но, я подозреваю, но купить бумагу... Кстати, один лондонский хедж-фонд, очень крупный хедж-фонд, который с 1900-ом какого-то года работает на рынке нефти, он очень неплохо заработал на этом. У них были хранилища, они арендовали хранилища, у них была возможность хранить нефть, и они скупали по дешевке, видимо, по отрицательным ценам, фьючерсы. Потом получили, скорее всего, поставку, залили в свои хранилища и вот сейчас продают, наверное, по 33. Ну, я читал об этом хедж-фонде, он очень старый, это такой family office, как его называют, такой закрытый клуб, который управляет деньгами богатых людей, вот они специализируются на нефти, молодцы, очень вовремя отреагировали, название сейчас не скажу, пробейте в гугле, вы найдете, вовремя отреагировали и вот так заработали на этом. То есть, я один пример точно знаю, кто на этом заработал и нехило заработал, цифру тоже не помню, очень большая была цифра, достаточно большая для одного family office. Идем дальше, идем дальше, посмотрите теперь, что происходит и natural gas rigs, ну, вышки, как сказал Гусев, будем говорить, вышки. количество, вот слева, это по даже, по бассейнам, да, так их называют в англоязычной версии, по, как по-русски, подскажите, Александр, как по-русски, я-то всегда англоязычную литературу смотрю, месторождением, да, по месторождениям США, вот самая крупная, несколько мелких, и газ у нас справа, тут даже на карте пока находится, вот эта часть Техаса, близлежащие Штаты, достаточно сильное было сокращение, вот все вместе, почти 700 вышек в два раза, то есть американцы пошли на сокращение. Кстати, знаете, почему Трамп не соглашался административно, напрямую пойти на сокращение добычи, вот когда ОПЕК и Россия сказали так, а что насчет Соединенных Штатов, вы тоже сокращаете, Трамп сказал, так у нас натуральным образом все сокращается, у нас рыночная экономика, но он так не говорил, предполагается, у нас рыночная экономика, никаких картелей, никаких административных ресурсов, Белый дом не нажимает кнопки, вот посмотрите, нефтяники сами сокращают буровые, поэтому у нас нет нужды нажимать на кнопки и диктовать. Резервуар, да, окей, резервуар, бассейн, также говорят, более широкое определение, русское название, наверное, месторождение, да, было бы правильно, месторождение. Так вот, американцы действительно сократили в два раза количество вышек, и газ, ну, газ не так сильно сократился, может быть, вот 125 и где-то там 80, может быть, да, буровые по газу сократились не сильно, но вот нефть очень сильно отреагировала. Ну, конечно, при таких ценах добывать, да, месторождение, залежи, вот залежи тоже хорошее слово. А идем дальше, то есть еще делаем, резюмируем, делаем выводы по ходу всего, вот, кстати, уже цифры пошли на вышке. Так, секундочку, вопрос уже про канадский доллар дошел, ну, затронем, я, честно говоря, даже вот на данном этапе понимания того, что происходит, про канадский доллар я точно ничего сказать не могу. Я вообще не любитель говорить о том, чего не знаю, а, к сожалению, этот вопрос я оставлю без ответа, потому что я не знаю, как долго еще будет влиять, потому что канадским долларом я не торгую, ну, наверное, несколько лет даже не заходил в канадские доллары, поэтому вот если бы я заранее бы знал вопрос, я бы еще хоть и график посмотрел. Поэтому смотрим на вышки 772 в марте 17 и 339 12 мая. Всего два месяца и вот так в два раза сокращение вышек. Итак, резюмируем. Американцы отреагировали, ну, это тотал, на падение цен очень оперативно, им не нужно собираться ни в какие картели, решать, принимать решения, сидеть в Вене за столом огромным. Там реальный бизнес. Цена низкая, штампуют, закрывают вышку, тем более это сделать легче технологически намного, чем где-нибудь в Западной Сибири зимой в холод открывать и закрывать кран. Ну, это образно, я говорю, там кран понятие такое непростое, да, тем более, когда в это вмешиваются какие-то политические моменты, там, Роснефть, Сечин, Путин, там, и тогда важнее. Американцы быстро отреагировали не потому, что они так молодцы, а потому, что реальный бизнес ничего личного. И посмотрите, где находится количество буровых вышек исторически с 88-го года. Просто рекорд, рекорд, рекорд. Вот тут, помните, мы говорили про 16-й год, да, там, 400 с чем, 412 что ли было, а, это с нефтью и газом, наверное. Вот, даже ниже упали, может, еще упадем ниже, при таких ценах не сразу будут открывать, да. Baker & Hooks называется фирма, вы можете сами следить, вот она здесь написана, я все название исполнял точно, их купила General Electric, на самом деле, теперь это один концерт. Вы можете на сайте каждую пятницу, выходит статистика, и они публикуют прям по месторождениям, по странам, особенно там США есть, да, США есть, Канада, Северная Америка, так что можете отслеживать прям, ну, не онлайн, а очень оперативно. Итак, реакция американцев вот такая, но они тоже не успели сократить добычу настолько, чтобы нефть не падала очень сильно, потому что мы видели график исторически, так и бывает. Идем дальше. В комментариях увидел, которая написала, что почему это там есть энергия, в Эстонии как минимум, да, речь шла, там запросила то ли помощь, то ли по зарплатам, чтобы правительство помогло, ведь мы же сидим дома и потребляем энергию очень много, но, знаете, мы не самый большой кластер в потреблении энергии у энергокомпаний. Посмотрите, в США как изменилось потребление энергии. Вот здесь по операторам, я все вижу в чате, да, вот, Александр Гусин, то, о чем мы говорили, что это действительно непростое, а чтобы так закрыть и в Америке, оно непростое, потому что, если они сделали гидровзрыв, прорыли все это, просчитали точно, а потом это закрывать давление, масса там факторов, упадет дебет, очень большой риск, что потом из этой вышки выйдет уже не то, что выходило до того, поэтому зачастую легче просто добывать и нести убытки, ну, вот мы говорим о реальном рынке. Даже если нефтяник в шляпе в Техасе подошел и заплатил вам деньги за то, что вы у него забрали нефть, если бы, даже это не выглядело бы смешным, потому что ему все-таки вышку прикрывать тоже не хочется и, камон, легче ему понести убытки, не технологически закрыв вышку, месяц-два вот так в убыток уходить, но не штамповать, не закрывать вышку, чем нарушить свой... тем более увольнять людей и так далее. Так вот, посмотрите на электричество. Вот сезонность, видите, в зависимости от температуры, как меняется потребление электричества, это в Фаренгейтах температура, к сожалению, не в Цельсиях, ну, потому что американская статистика, миллионы мегаватт, когда холодно и когда тепло, пики, и вот мы сейчас вот здесь, а исторически были выше. Посмотрите, насколько 1,75 и 1,50, ну, существенно, да, достаточно такой разброс и особенно вот апрель, конец апреля-май, вот здесь такое дно прям, дно, так что потребление электричества тоже упало несколько... Come on, заводы стояли, крупные промышленные, вот Ford сегодня из-за коронавируса тоже какое-то производство ограничил, казалось бы, один больной появился, все, закрыли все, так что вот такие времена. Я все время в другую сторону кручу слайд. Теперь вернемся к ОПЕКу. Это слайд ОПЕК. Мне не нравится, как они сделали слайд, могли бы покрасивее сделать. Все-таки в Вене сидят в штаб-квартире, масса работников. Вот тут у нас март-февраль, разница с марта по февраль, да, видите, январь 2020 года, 2790, правильно, смотри, крутил продакшн, да, пара ли в день. И вот 821 с февраля на март, видите, увеличилось. То есть они в этот момент, вот как писали в комментариях, саудиты увеличили. Посмотрите, у кого это было. Вот, Саудия-Аравия 388 прирост и Эмираты 386. Остальные так себе, Кювейт еще 170. Венесуэла сократила, но там беда вообще во всей стране. Вот кто прирост делал. То есть уже проблема была, ребят, вообще, что вы творите? Назло, не назло, но вот этот прирост oil production очень даже не нарубил. далеко не нарубил ситуаций. У нас demand и supply здесь есть, total demand и total supply. Первый квартал, видите, 6,8 разница. Demand упал в спрос, да, с 92,9, добыча 99,7, но это январь, февраль, частично март, видите, 6,8 прирост, а дальше пошло очень сильное падение спроса и предложение навряд ли так смогло отреагировать, так что вот вам еще один фактор, как ребята не вовремя, не дальновидно, из-за каких-то разногласий не смогли вовремя уменьшить свои и запасы, и добычу, и все остальное. Еще один у меня график, мы перейдем уже к ценам, к графику цен на нефть уже прекратим обсуждать добычу предложения спрос, но это очень важно, потому что, когда мы смотрим на цену на график, мы должны понимать, что за этим стоит, какая кухня стоит, что происходило, сейчас именно эти события движут, пускай с лагом или преждевременно, ну то есть заранее влияют ожидания, но мы должны понимать, что происходит на рынке, а не просто скачки туда-сюда на 10-15 там процентов иногда. Это у нас сейчас, запас, ну ладно, это пропустим, уже времени нет на запасы, секунду, я вернусь все-таки к позиции, у меня тут где-то был еще график, позиции спекулянтов, секундочку, я сейчас открою этот график, вот он, отдельно, сейчас я переключу вас на этот график, напишите плюс, если вы видите, новую картинку, да, отлично, итак, у нас тут график, а нет, это другой график, ну ладно, об этом я тоже хотел вам рассказать, что фьючерсы бывают разные, близкие, дальние по срокам, фьючерс на июнь, сейчас там уже расторговался, закончилось, фьючерс на июль сейчас будет торговаться, там, август, вплоть до 2029, может даже дальше есть фьючерсы, так вот, посмотрите, как меняется кривая, например, 1 апреля желтая линия, кривая вела себя так, ближние фьючерсы стоили там 25, дальние уже под 40, на 12 месяцев вперед, то есть рынок понимал, что это шок, это временно, это быстро закончится, 22 числа шок усилился, ближние фьючерсы сильно упали на 5 долларов, дальние, может быть, тоже, но не так сильно, я следил за ценами, там почти не менялись, мы с одним клиентом о хедже, как раз говорили, хеджировали большую позицию, смотрели на дальние фьючерсы, там, ну, допустим, 35-34 изменения было, 33, а ближние очень сильно реагировали, и, наконец, 11 мая, смотрите, какой плоский график выровнялась, выровнялась относительно предыдущих, выровнялась кривая, потому что ближние фьючерсы из-за риска нехватки хранилищ, из-за риска того, что негде хранить, некому продавать, исправилась, а дальние, где были, там и остались, видите, они даже где-то между 1 апреля и 22 апреля вернулись в середину, то есть это говорит о чем, рынок уже тогда, когда нефть торговалась негативными, на негативном уровне в отрицательных даже цифрах по фьючерсу, рынок уже тогда, это, кстати, бренд, у Nimex еще более такая динамика прям, так сказать, впечатляющая, впечатляющая динамика, очень сильно разброс большой, так вот, а это, кстати, оманская нефть, корзина уже арабской нефти, не корзина, а конкретный сорт, так вот, рынок уже тогда понимал, что все это краткосрочно, мы, конечно, знаем, что рынок сегодня понимает, одно завтра другое, это как раз про рынок полностью, нельзя полагаться, но, глядя на дальние фьючерсы, можно было предполагать, как, кстати, это называется, наверняка многие знают, те, кто вопросы писал, должны знать, как называется эта ситуация, когда дальние фьючерсы стоят дороже ближних, уверен, что есть знающие этот термин, контанга, да, фьючерсы стоят дешевле, такая ситуация называется бэквардация, кстати, есть фонды, были, по крайней мере, пока фрахт не взлетел в цене в разы, были фонды, которые на этом зарабатывали, я буквально в двух словах скажу, когда у нас очень большое контанга, смотрите, что делают крупные игроки, они покупают живую нефть, если им есть где хранить, конечно же, они покупают живую нефть, прямо вот жидкую нефть, закачивают ее в супертанкер, баррелей, можно же, да, такой танкер найти, не стотысячный, а огромный супертанкер, закачивают туда огромное количество баррелей нефти, покупают эту нефть по цене, вот 10 долларов, да, она стоила, купили по 10, фьючерс на 12 месяцев вперед стоит, допустим, 35, сразу же делают селл по 35, у них в одном кармане миллион баррелей продано, в другом кармане в танкере миллион баррелей лежит, танкер, супертанкер где-то где-то у порта в Роттердаме, в Ленин, команда, капитан, все на корабле все-таки требуют расходов, может даже застрахуют, я не знаю, в общем, все расходы несут, но эти расходы не сопоставимы с той прибылью, которая будет в будущем, потому что они уже, по сути, продали эту нефть бумажную библию по 35, если через 12 месяцев нефть, допустим, уже 50, ну, отлично, фьючерсам принесет убыток минус 15 долларов, потому что они по 35 селл сделали, а зато живая нефть, купленная по 10, будет стоить 50, 40 оттуда, 15 отсюда, 25 долларов прибыль, если через 12 месяцев рынок ошибался, нефть упадет до 10, они живую нефть продадут по той цене, по которой брали, ну, минус постоянные расходы фиксированные, зато фьючерс по 35 с проданной селл принесет им 35 минус 10, 25. В любом случае у них будет прибыль, в любом. Вот это называется игра на контанго. К сожалению, нам это недоступно, мы же не можем фрахтовать, мы не можем взять супертанкер, более того, там объемы большие нужны, я даже не знаю, к какому агентству обращаться, чтобы его запрахтовать, но вот крупные фонды так делают. Хорошо, это у нас была ситуация контанго. Я сейчас переключусь на TradingView и давайте посмотрим, что происходит с ценой, собственно, с ценой нефти. Я что хочу еще сказать. На самом деле, моя любимая стратегия и на нефти в том числе, которая сейчас немножечко, немножечко, напишите, если вы видите TradingView, потому что я не уверен, что на экране он открылся. Моя любимая стратегия это парный трейдинг. Ага, видно, отлично. Парный трейдинг. Я даже сейчас вас приглашаю на курс, о котором Роман расскажет. Да, курс веду я. Роман подробно расскажет с датами, с условием, потому что курс организован на Admiral Markets. Я приглашенный лектор, я никакого отношения к Admiral Markets не имею. Меня приглашают разные компании, и брокерские, и обучать персонал. Ну, в общем, я как как трейдер, живущий рынком, дышащий рынком, часто и обучаю, и какие-то консультации даю. Мне это нравится, мне это интересно, особенно, когда хорошая аудитория. Но вот я сегодня вижу, у нас аудитория достаточно подготовленная, несколько человек даже говорят на языке нефтяных, так скажем, экспертов. Итак, что мне интересно сейчас? Снова, снова зайти в парную стратегию. Ну, что это такое? В отличие от обычной стратегии торговли, когда вы просто угадываете цену, давайте я в двух словах скажу, почему я не готов сейчас говорить о будущем рынка нефти именно в плане ценовом. У нас буквально последние 7 минут, 5 минут, я уложусь. Это вывод из всего того, что мы поняли, изучили, обсуждали. Посмотрите на цену на нефть, она у вас и без меня есть на графике. Цена просто улетела с этой пейпер-маркета бумажном рынке в район там 32, 33, 34 WTI. Такого роста не было, ну, очень давно. Мощнейший Да, отличный анекдот. Кстати, там маршруты некоторые оттуда проходят. Наверное, все, нет, не все видят анекдоты, потому что, когда вы пишете комментарии, пишите всем членам группы и участникам. Ну, я повторю анекдоты Александра. Купить по отрицательной цене танкер нефти, угнать его к сомалийским пиратам, и дальше это уже не ваша проблема, что будет происходить с нефтью. Это как раз к вопросу Кантанго. Действительно, не ваша будет проблема, если его сомалийские пираты разгрузят эту нефть, продадут сами. Вот примерно так выглядит игра хедж-фондов. Я надеюсь, ни у кого сомалийские пираты не угнали танкер, не отняли нефть, а там ребята достаточно ушлые, все могут угонять, на все могут зарабатывать, им все равно, что угнать, что украсть, кого взять в заложники. К сожалению, грустная история, я думаю, мировое сообщество уже могло бы решить эту проблему, но почему-то, в общем-то, до сих пор сомалийские пираты все еще какая-то проблема. Так вот, мне не нравится такой бурный рост цен на нефть, который оскорен в том, что будущий спрос будет расти. Будет расти бурными темпами. Рынок так считает, он так считал и до этого, когда торговал декабрьскую нефть по 35, но посмотрите, мы еще в мае, нефть уже 35, мы еще в мае, хранилища, может быть, уже появились где-то, сократилось количество вышек, спрос, может быть, даже подрастает, мы это узнаем из разной статистики, например, ОПЕК каждый месяц выпускает, вот у меня здесь открыто, я не переключал, вкладка есть, ОПЕК майский, огромный PDF-файл, я с пленшотом сделал, так вот, мне не нравится, что цена слишком быстро ушла вверх, и это нормально, это рынок, посмотрите на фондовый рынок, такая же история, рынок уже улетел на ожиданиях того, что все будет хорошо, так вот, что делать, покупать с минус 40 на плюс 40 улетела цена, я бы не стал, тем более, мы уже дошли до уровня декабрьского прогноза, продавать, ну, увидели, происходит на рынке, как быки пришли на рынок и как разогнали цены, какой продавать, это просто самоубийство, это просто угадывание пика, так же, как и угадывание дна, было на отметке там 15, 20, 8, я прям в онлайне сидел, обновлял сайт, каждый раз, когда цена падала, 8, 5, 4, 3, 2, минус 0, 3, минус 2, ну, это был уже анекдот такой, как так, я думал сначала збой, а потом, когда увидел минус 38 долларов за пароль, прям своими глазами, да, это было что-то интересное, скриншот я оставил у себя в телефоне, сделал, так вот, а что если мы будем торговать не, не самой нефтью, а спредом, посмотрите, как себя ведут, а, это я не то включил, извиняюсь, это вообще другая девла, это нефтяные компании, то-то, думаю, как-то разброс, маленький, секундочку, секундочку, я сейчас найду именно то, я люблю трейдинг, спарный трейдинг, и у меня там идея была спред между нефтяными компаниями и золотодобывающими, кстати, неплохо сработало, был тоже у нас курс спарного трейдинга, мы ставили на то, что золото слишком сильно выросло, и возможно компании уже не будут так расти, а нефть слишком сильно упала, и вот неплохо сработала идея, вот он, спред на нефть, больше всего здесь лайков и комментариев, ну, какой, шип оставили, ну, это ввиду там открытия цены и отрицательных цен, так, давайте, может быть, мы снова, сейчас цена 7, да, 7, надо, но если вот этот шип не считать, наверное, не видите, нет? Хорошо, я найду его в телефоне, у нас на курсе, или у меня в соцсетях, я оставлю, он у меня прямо с телефона сделан, да, или ниже, минус, минус зафиксирован был, так, еще у нас комментарий, ага, видите, смотрите, не считая вот этот шип одного дня, одного момента, ну, как же сделать так, чтобы этот шип не считать, ну, окей, вот просто смотрите на график, цены на бренд и на WTI, они на самом деле находились, кроме этого шипа, одного, который был один раз в истории, как сказал Александр, действительно исторический момент, всегда находились в каком-то очень узком промежутке времени, не времени, а ценовом промежутке, исторически он был 3-4 доллара, и доходил иногда до 11, до 12, так сложился рынок нефти, нормальную ситуацию, спред между брендом и WTI, потому что все-таки это один товар, и на цену влияют ураганы, логистика, танкеры пошли туда, потом поменяли направление, потому что там спрос большой, резервуаров не хватает здесь, хватает там, масса факторов, вот если те факторы, о которых мы говорили, примерно их понимать, осознавать, то можно ставить не на саму цену на нефть, а на разницу между двумя сортами, и это можно делать у любого брокера, вот, например, у Admiral Market в терминале вообще одним кликом можно делать, что в этом хорошего? Разбросы цен на нефть как таковой, коммодити на вас не так сильно будут влиять, как вот здесь один раз, и то я не уверен, что это шип, потому что у нас же еще и время торговли, и дал 65, значит, тогда получается, если минус 40, там плюс 25, ну да, это верно, это верная цифра, потому что минус 40 на WTI и плюс там 20-25 на бренде именно дает такой вот разрыв, так вот, спред снова куда-то уходит вниз, посмотрите, он сглаживается, то есть цены настолько низкие, что были, что по идее 20 и 22, это хоть и 10%, но это всего 2 доллара, при росте цен, в процентном выражении, разница между WTI и брендом, будет, они растет, если вы купили один баррель WTI за 20 и продали, то есть наоборот, купили спред, грубо говоря, на 2, на 1 доллар разницы, на 0, то есть один сорт купили, другой продали, и потом спред стал расширяться, пускай даже дошел до каких-то средних уровней, 6-7 долларов, это значит, что вы заработали 6-7 долларов на рынке нефти, как будто вы купили по 20, там 5, продали по 31, это ведь очень много, вы понимаете, в процентах, а на самом деле вы не рисковали направлением нефти, в чем прелесть этой стратегии, в маркет нейтральность, кроме вот этого случая, который, дай бог, остался в истории, как негативные цены на сорт WTI из-за нехватки резервуаров и хранилищ, то я лично сейчас осознаю и даю себе отчет и себе предлагаю и также вам прекратить заниматься, ну, временно хотя бы, неблагородным, неблагодарным, точнее делом угадыванием цен на нефть и перейти к более маркет нейтральному методу, который требует знаний, конечно же, у нас 3 дня будет курс, я сейчас передам слово Роману, наверное, Роман уже здесь, ждет, пока я закончу, к сожалению или к счастью, очень интересная тема, я вот только сейчас смог дойти до того момента и намеренно не ставил никакие ценовые по нефти графики, никакие прогнозы, потому что вот спросите меня, как быть, я скажу, не знаю, никто не знает, но вот я тем более отдаю себе отчет, что я не знаю. Почему? Потому что мы уже слишком сильно выросли. Шортить опасно, покупать поздно, поэтому я склоняюсь к маркет нейтральной стратегии, спред низкий, при каких-то уровнях я бы докупал, добавлялся, ставя на то, что все вернется в круги своя, и мы снова дойдем до исторических хотя бы 4-5 долларов за разницу между баррелями. Это все не сложно, технически это два клика, допустим, sell Brenta и buy WTI, или buy Brenta и sell WTI, делается в терминале в метатрейдере нажатием двух кнопок. У меня вообще все, хоть я и не все, о чем хотел рассказать, вам рассказал, потому что это... Да, тут пишут, давайте я напишу свой Facebook, ну, если... Тут вопросы просто есть, как общаться. Опять же, написано всем членам группы, не все видят этот вопрос. Напишу Instagram. Ну и, собственно, вот так. А, не видно, секунду, не видно, не видно, секундочку. Я тоже не всем отправил. Видите, вам говорю, отправляйте всем членам и участникам, а сам отправляю тоже всем членам. Фред Дан, там нарисована вот картинка, которая была на слайде. Я сижу спиной к мониторам, спиной к фотографии, к мониторам. И Trader1.1, это Instagram. Добавляйтесь, я тоже буду добавляться, если Instagram рабочий. В Facebook тоже будем общаться. Так. Роман, вот уже включил микрофон. Я извиняюсь, что буквально минут на 10 задержался. Тема действительно интересная. Вопросов было много разных. Я быстро посмотрю, есть ли еще вопросы. Нет, вопросов больше нет. Всем все видно. Сейчас вам Роман расскажет о курсе про парный трейдинг. Он бесплатный, небольшие условия там есть. И, конечно же, увидимся на курсе. Это не только про нефть. Парный трейдинг – это вообще универсальная тема для торговли маркет-нейтральной стратегии. Всем спасибо. Я тут на связи, но закрываю свое выступление, свою презентацию. Спасибо большое, Фуат. Как всегда, много полезной информации. Есть над чем подумать. Ну, посмотрим, как нефть будет расти. Ну, или не будет расти. Но, тем не менее, вот та стратегия, о которой ты говоришь, она довольно-таки интересна с точки зрения реализации. И мы со стороны компании Admiral Market всегда ставим очень важный акцент именно на обучении, то есть как для начинающих, так и для продолжающих трейдеров. И вот совместно с Фуатом у нас запущена также серия, ну, сейчас уже онлайн-курсов. Ну, онлайн мы, в онлайне делаем это давно, сейчас это просто более актуально. И как раз вот то, что я хотел показать, Фуат, тогда останови демонстрацию. Я покажу информацию по данному курсу, который у нас начнется как раз в апреле, ой, в апреле, в июне. В июне, да, сейчас я запущу. Собственно, курс посвящен как раз обучению стратегии парного трейдинга. Он будет проходить в формате трех дней, да, это онлайн-обучение. Начало у нас 15 июня, соответственно, 15, 16, 17. Формат будет, это двухчасовые как раз вот такие же видео-встречи в небольших группах и плюс чат, телеграм-чат, который мы, ну, ввели такую практику, делать телеграм-чат, где все участники в течение всего курса и после курса также могут задавать свои вопросы, чтобы, понятно, что во время обучения не всегда сразу вопросы появляются, но чтобы была поддержка, мы также и организуем такой чат. Данный курс, ну, в принципе, все курсы, которые мы организуем, они подходят для клиентов Admiral Market, у которых есть на счету 1000 евро, это не обязательно на них торговать, но вот мы ввели такой минимум, потому что с такой суммой все-таки более-менее безопасно можно реализовать какие-либо стратегии, ну, и в том числе стратегию парного трейдинга. Поэтому, если вам было бы интересно дополнить свои знания, как раз узнав вот эту стратегию, то мы вас на него приглашаем. Сейчас я в чат пришлю ссылку на данный курс, вы сможете на него оставить заявку, и если у вас уже выполнены условия, то есть если вы уже клиент компании, или если вы уже, например, посещали этот курс, то есть его можно будет посещать повторно, то оставляйте заявку, и с вами, если дополнительные какие-то условия потребуются, то с вами уже свяжется ваш менеджер и об этом расскажет. Сейчас вот я хочу вернуться в чат и отправить, но мне почему-то не дает. Да, вот сейчас я отправляю. Нет, демо счет не подойдет. То есть это для реальных клиентов, у которых есть 1000 реальных евро на счету. То есть, в принципе, мы такие курсы организуем, постоянно, то есть, например, с ФОДом также мы делаем курс и по инвестированию в фондовый рынок, то есть это, скажем так, входной билет на те, то обучение, которое мы предоставляем. Плюс также есть курсы, например, совсем для начинающих. Вот, поэтому переходите по ссылке, регистрируйтесь, также вот на слайде вы видите почту, на которой вы можете написать ваши вопросы, которые смогут появиться по данному курсу, или задать их уже вашему персональному менеджеру. Курс, еще раз напомню, начинается 15 июня. Оставляйте регистрацию и также по всем шагам с вами свяжутся дополнительно ваш менеджер. Вот, если есть сейчас какие-то вопросы, то можете написать буквально пару минут, и я также на них отвечу. Ну, пока вижу, что вопросов нет. Я думаю, что в любом случае вопросы всегда можно будет задать по почте, или вы сможете задать своему персональному менеджеру. Тогда на сегодня будем прощаться. Всем большое спасибо за активное участие, спасибо за вопросы. Спасибо тебе за информативное выступление, как всегда, поэтому увидимся уже на курсе. Вот я также вижу, что у нас достаточно большое количество участников, кто уже присутствовал на данном курсе, который был полтора месяца назад. То есть для вас также вход он открыт, вы можете на него также посетить, и вот как раз актуальную информацию на день проведения курса также для себя сможете получить. Ну и для всех, кто будет присоединяться впервые, то есть следующий, который будет проходить, вы также сможете посещать повторно. и как раз вот увеличивать свои знания, потому что невозможно научиться трейдингу, наверное, за 6 часов. Все это должны понимать, все это прекрасно понимают, но мы стараемся как раз максимизировать вот такие форматы обучения для наших клиентов. Поэтому с моей стороны это все. Если есть какие-то вопросы, то пишите. Ну а пока я сейчас отключаюсь, поэтому всем спасибо и до свидания. Спасибо. Спасибо.